Про боевые действия на фронтах Первой мировой войны известно немало. Но что творилось в тылу? Как обстояли дела с обеспечением сражающейся армии боеприпасами, военным снаряжением, продовольствием? Ведь без всего этого армия не боеспособна. В русском языке есть пословица «Кому война, а кому мать родна». Огромные военные расходы давали возможность подрядчикам и промышленникам завышать расценки на производимое ими военное снаряжение, получая при этом неслыханные прибыли. При этом все делалось настолько хитроумно, что судебные органы не могли привлечь к ответственности рвачей и хапуг. Вот один только пример. Правительство приняло своевременные меры для того, чтобы цены на нефть, которую добывали в России, не поднимались чрезмерно. Баку, где находились основные места добычи нефти, ответило, что так оно и будет. Пут нефти, как оно и было раньше, будет стоить 42 копейки. Но перевозкой нефти по Волге занимались те же самые нефтяники. Товарищество братьев Нобель, Синдикат Мазут и Черноморско-Каспийское товарищество. Доставку нефти они удорожили до 400-500%. И, например, в том же Нижнем Новгороде вместо прежних 12 копеек с Пуда стоимость перевозки возросла до 70 копеек. Таким образом, в Нижнем Новгороде нефть стоила не 55-56 копеек за Пуд, а 1 рубль 12 копеек. Так было везде. И касалось это не только горючего. Частные предприятия наживались на всем. В том числе и на производстве оружия и боеприпасов. Стоимость любого военного заказа на частных предприятиях ВПК превышала стоимость такого же заказа на казенных заводах в десятки, а то и сотни раз. Доля их участия в общем оборонном заказе на самом деле оказалась ничтожным. Начальник главного артиллерийского управления генерал Маняковский писал, От военно-промышленного комитета не получил ни одного снаряда. Эти комитеты мобилизовали около 1300 предприятий средней и мелкой промышленности, которые выполняли за войну примерно половину полученных заказов, что составило 2-3% от общей стоимости заказов военного времени. А вот что говорил о расценках на частных предприятиях. У него состоялся очень содержательный диалог с самим императором всероссийским. Николай II. На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии. Маняковский. Ваше Величество, они без того наживаются на поставки на 300%, а бывали случаи, что получали даже более тысячи барыша. Николай II. Ну и пусть наживаются, лишь бы не воровали. Маняковский. Ваше Величество, но это хуже воровство, это открытый грабеж. Николай II. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. Что самое интересное, воровали и хапали казнокрады, практически не стесняясь, руководствуясь девизом «Маркизы де Бомбудар» после нас хоть потоп. Вот что писал о тех временах небезызвестный Лев Троцкий. Тогда еще талантливый журналист, даже не мечтавший стать одним из вождей революции. Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешали придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915-1916 годов. И не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми. Слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радости жизни. Великие князья были не последними из участников пира во время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. Общество подставляло руки и карманы. Аристократические дамы высоко поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи. Банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится. И все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира. Были и просто воры, которые создавали все допатриотические конторы по типу печально известного МММ. В их числе оказались многочисленные фонды помощи раненым, беженцам, вдовам. Некий городской общественный комитет, получив от казны на благотворительные цели 312 тысяч рублей, выдал беженцам 3 тысячи. Остальные деньги израсходовал на зарплату 70 служащим комитета. Но эти расходы все же удалось документально подтвердить. А вот выяснить, куда делись 40 миллионов рублей, полученных из казны северопомощью, так и не удалось по причине отсутствия какой-либо отчетности. Деньги растворились, словно кусок сахара в стакане кипятка. Кстати о сахаре. Во время войны под следствие угодили киевские сахарозаводчики Авель Хепнер, Израиль Бабушкин и Абрам Добрый. Вот что об этом деле писал генерал-квартирмейстер ставки Александр Сергеевич Лукамский. Во время войны курс нашего рубля в Персии катастрофически падал. Единственной действенной мерой, чтобы его поднять, казалось, является отправка в пределы Персии достаточного количества сахара. Сахар было разрешено отправить несколькими сахарозаводчикам юго-западного края. Но это нисколько не изменило курса нашего рубля. При расследовании этого вопроса получили данные, что сахар через таможни в Персии прошел в сравнительно незначительном количестве, а остальной сахар куда-то исчез. Затем были получены сведения, что значительное количество сахара выгружалось на других станциях за Кавказской железной дороги и переправлялось в Персию через границу вне таможенных постов. Из Персии были получены сведения, что русский сахар в очень большом количестве проходил через Персию только транзитным путем, попадал в Турцию и направлялся в Германию. Таким образом, господа сахарозаводчики снабжали продовольствием врагов России. А потом грянуло дело банкира Дмитрия Рубинштейна, который был другом Григория Распутина. Занимался Рубинштейн делом, которое в военное время было похоже на государственную измену. А именно, через третьи страны он поставлял русский хлеб в Германию. Кроме того, банкир оказывал финансовые услуги по распродаже русских процентных ценных бумаг, находившихся в Германии. Также его обвиняли в взымании высоких комиссионных за сделки по русским заказам, выполнявшимся за границей, в переплате заграничным агентам при заказах интенданства и в спекуляции хлебом на Волге. Но несмотря на то, что делами киевских сахарозаводчиков и Рубинштейна занялась военная контрразведка, они сумели отвертеться от статьи, по которой в военное время им грозила виселица. Деньги и тогда творили чудеса. Следствие по их делам неожиданно застопорилось, а потом все было спущено на тормозах. Рубинштейн отделался лишь ссылкой, а киевские сахарозаводчиков выпустили на свободу. Журналист при царской ставке в Могилеве Михаил Константинович Лемке писал «Когда бываешь в Петрограде, Москве, вообще в тылу, видишь, что вся страна ворует. Все ворует, все грабит, все хищничает. Аппетитом торговцев и промышленников нет границ. Торгово-промышленный класс крепко объединился и разоряет страну, как дикарь». В конечном итоге все закончилось полным разорением страны. Перед началом Первой мировой войны в августе 2014 года «Золотой запас Российской империи» занимал лидирующую позицию в мире, составляя 1 миллиард и 695 миллионов рублей, что равняется 1311 тонн благородного металла. Но во время войны возникла необходимость гарантировать Англии возврат предоставленных кредитов, необходимых для обеспечения армии военным снабжением. Немалая часть золотого запаса была отправлена кораблями в Англию, помещена в хранилище Государственного банка. После войны размер запаса золота оценивался в 1 миллиард 101 миллион рублей. К февралю 1917 года промышленники и банкиры сказочно обогатились. И вполне закономерно, что они решили наконец совершить военный переворот, чтобы отстранить от власти царя, который начал пока негласные переговоры с Германией о заключении сепаратного мира. Прекращение войны – это прекращение денежного потока, который лился на их счета. А этого им очень не хотелось. Статья подготовлена Александром Шумилиным, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 32, 2014 год. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу. Субтитры создавал DimaTorzok